Здесь, на улице Ленина, продолжаются исследования усадьбы зажиточного горожанина. Необычно то, что он не боялся проживать на самой окраине сплошной жилой застройки средневекового города. Среди интересных находок – бронзовое зеркало. Такие производили ремесленники Азака. Целые зеркала горожане теряли или выбрасывали очень редко. Обычно археологам достаются только фрагменты. К тому же из-за химически активного грунта они часто в плохой сохранности. Поэтому каждое относительно целое зеркало – удачная находка. Скажите, пожалуйста, что изображено на этом зеркале? Здесь изображен типичный для прикладного искусства Золотой Орды мотив так называемого звериного гона. Когда по кругу идут, бегут животные различных видов. Но это зеркало выполнено в не совсем типичной для золотоордынского ремесла художественного манере. Контурные рисунки похожи на детские, но сделаны уверенной рукой. Причем каждая фигура неповторима. На золотых гонах, изображенных на золотоордынских металлических предметах, по сути, зеркалах представлены самые разные виды животных. И какие-то фантастические животные типа бараков, и зайцы, какие-то кошачьи хищники, копытные. Здесь вот животных тяжело опознать, но на золотоордынской тарефтике, как правило, животные представляют собой барельефы с проработанной мускулатурой, с проработанными даже чертами лица. На этом же участке археологи обнаружили и средневековую матрицу. Эксперты отмечают, у хозяина этой вещи был хороший вкус – на керамике венецианский полив. Такую драгоценную вещь археологам удалось раскопать только с помощью особого метода. У нас есть стандартная схема поиска и вообще методики работы. Мы снимаем грунт по пластам вручную, зачищаем пласты под фотографией, чтобы было видно грунтовые пятна, выброс глины, залу, прокаленный грунт. Исходя из этого мы понимаем, что здесь было – либо хозяйственная ляма, печка, жилище. И перед тем, как начать копать следующие, мы прозваниваем металлоискатели. Ну и вот таким образом нашли эту интересную вещицу. Даже сейчас, при наступлении холодов, археологи продолжают раскопки. Необычные находки ученые представят в Азовском музее-заповеднике в следующем году. Валентина Назаренко, Сергей Зайцев. Главное новости.